всем привет с вами дмитрий михайлов и на моем канале коммент бай а мне очень часто задают вопрос а какой вы герметик используете на улицу сейчас у нас температура минус 8 градусов у нас кровельные работы будут мы будем резать крышу и здесь вы столкнетесь проблемой с которой сталкивался постоянно я какой же герметик поставить если если мы возьмем обычный герметик который вы можете купить это ни в коем случае не реклама герметик а я сейчас показываю то что к герметик я использую эти вот герметики сиковский например да вы возьмете хорошие герметики полиуретанки когда плюсовая температура я их очень часто использую потому что они зарекомендовали себя очень отлично меня к ним вопросов вообще никаких нет но у них температуры применения плюс 5 градусов часть минус 8 каучиковые герметики это если мы возьмем до помовский флекс герметик каучиковый он тоже плюс 5 градусов есть герметики которые ноль градусов да они есть но как правило у них температура 0 плюс 5 температура применения и в прошлом году герметик он проходил у меня ну грубо испытания я не буду показывать те материалы которых я не уверен в прошлом году я где-то закрыл 15 объектов зимой то есть это когда температура была за минус ни одной рекламации ни одного вопроса а со стороны заказчиков которым я устанавливал дымоход нет то есть сейчас я продолжаю его использовать слава богу он у нас есть это герметик производитель форма flex aqua stop и герметик который можно использовать до температуры минус 10 градусов представляете минус 10 градусов возможно мне просто повезло то что у нас в регионе то что я нахожусь в минске республика беларусь что у нас он есть продажи был какой-то период я где-то даже немножко расстроился оптовые фирмы перестали его привозить но буквально там три недели сейчас он снова появился я его снова использую купил его достаточное количество чтобы не было никаких перебоев но этот герметик отличается своей консистенции он с ним надо снова же научиться работать он такой как скажу какой он знаете какой да вы возьмете вот такой вот герметик кто работают стройки когда этот герметик выходит срок годности он такой как творожная масса становится вот этот герметик температура применения минус 10 плюс 40 это монтажа температура при которой он может использоваться в той среде в которой я его накладывать буду это минус 30 плюс 90 неплохие характеристики неплохие производитель пишет даже о том что его можно использовать в воде я его не испытывал но скажу так я его использовал как когда был дождь у меня были несколько объектов когда феном я не смог обработать поверхность мокрую если вы работаете все равно подсушите поверхность феном когда крыша немножко теплой все равно легче герметику легче поэтому ну я так делаю я стараюсь просушить но были у меня два объекта где у меня не получилось просушить но это не в зимний период это было весной один объект и было осенью один объект где мы положили его на мокрую положим супер если возьмете стандартный полиуретановый либо каучковые герметики они на мокрую на мокрую поверхность не кладутся они ну нет не цепляет и поверхность они приклеиваются этот герметик приклеивается но с ним снова же говорю надо научиться работать он отличается по нанесению от всех остальных герметиков поэтому я его буду использовать я в конце видео сделаю фотографию инструкции вы можете ее почитать потому что у нас этот герметик появился в то в прошлом году в 2018 году вернее 2018 2017 году я его целый год использовал в сложных условиях где влага и где мороз если это плюсовая температура я его не использую потому что мне нравится работы с полиуретановыми герметиками они отлично наносятся они отлично растягиваются и супер просто приклеивается это снова же мое мнение это я сдвинусь своим опытом потому что много герметиков я очень перепробую очень много но и пришел к тому что в плюсовой температуре использую полиуретановый герметик он универсален его можно практически на любую поверхность накладывать а когда минусовая температура я использую вот такой герметик Аквастов. Поэтому надеюсь, что это видео кому-то было полезно. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Дмитрий Михайлов. Комменбай. Всем хорошего настроения. Конечно, сухой кровли. До новых встреч. Пока.